Здарова! И сегодня у нас The Dwarfs, которых в самой игре упорно называют гномами, хотя мне кажется, карлики гораздо лучше им подходят. Ну, то такое личное. Это фэнтезийный RPG с линейным сюжетом, сделанное по книге Маркуса Хайца «Повелитель гномов». Саму книгу я не читал, да и вообще к фэнтези отношусь равнодушно. Однако, в игре с сюжетом всё в порядке. Мы будем играть за Дварфа, который вырос среди людей. И потом нас посылают отнести какие-то вещи, а тем временем демоны прорывают барьер и вторгаются в наши земли. И это только начало. По сюжету нас будут вести довольно плотно, а свобода перемещений по глобальной карте на самом деле иллюзорна. Да, нам встречаются побочные квесты, а иногда даже предлагают выбор, который по сути мало на что влияет. Ну, книга же, было бы странно требовать разветвлённого сюжета. Геймплей же выделяется среди других РПГшек. А всё потому, что почти все спецудары могут отталкивать противника. И при правильном позиционировании можно просто сталкивать их в пропасть. Но эта возможность есть не на каждой локации, и тогда нам пригодятся просто мощные удары, которые поднимут наш ДПС. А ещё тут включен френдли файр, и надо думать, как не задеть своих, применяя какой-нибудь особо размашистый удар или заклинание. Также тут есть прокачка, которой каждые два уровня открывает одно из двух умений на выбор. В общем, механика игры несложная, но довольно занимательная. И теперь о графене. Игра сделана на юнити и выглядит достаточно хорошо, если не увлекаться зумом. Однако, в минимальных системных требованиях указано 7870. У меня же 7850. И в Full HD на минималках игра выдавала около 40 кадров. Играть это, конечно же, не мешает, но и не совсем понятно, почему так происходит. И основной подводный камень у меня в другом. Вот я ставлю Full HD разрешение, и игра становится очень тёмной. И не только меню, но и в самой игре ничего не видно. А если запускать в окне, то всё приходит в норму. Но тогда приходится переключать разрешение рабочего стола, что, в общем-то, не очень удобно. В общем, если кто-то знает, с чем это связано, отпишитесь в комментах. Потому что подобное поведение бывает и у других игр на других движках. И пришло время подвести итоги. Отличный сюжет, хороший и необычный геймплей, и неплохая, но достаточно требовательная графика. Вот и всё. Всем пока и подписывайтесь, чтобы узнавать о игровых новинках. Субтитры создавал DimaTorzok